Гагаузы, болгары, молдаване, украинцы, русские, 15 молодых ребят с юга Молдовы собрались в культурном центре Кангаза, чтобы рассказать об особенностях и ценностях своей культуры. Такая возможность предоставлена на базе молодежного лагеря «Единство через многообразие». Подобные лагеря представляют особый интерес для молодых людей. Мы живем в Молдове. Молдова страна многонациональная. У нас есть как молдаване, так и гагаузы, болгары. Перечислять можно до бесконечности. Есть каждый представитель своей культуры, хочет, чтобы его культуру уважали. И это правильно. Мы должны уважать культуру других людей и также, чтобы уважали нашу культуру. Мы изучаем разные традиции культур, которые обогащают нашу память. И нужно как-то их сохранять и знать, чтобы запоминали, чтобы так не забывали просто о культуре. Как по мне, тоже гагаузская культура должна запоминаться. Посредством народного танца ребята постигали особенности молдавской культуры. Вернее, пытались изучить шаги традиционной хоры. Вот так, шаг за шагом, ребята узнавали что-то интересное и необычное о народностях, живущих рядом. Будем учиться уважать друг друга, понимать друг друга, понимать себя и ставить себя на место другого, изучать исторические процессы, почему мы именно такие, какие мы сейчас есть, как народ, как культура и другие народы. Потому что, зная прошлое, легче понять настоящее и поставить себя на место других. В общем-то, цель этих занятий – уважать, любить, стремиться к миру и взаимопониманию между различными национальностями. Видите, разнообразие может быть источником вдохновения и новых успехов. Зная прошлое, легче понять настоящее, уверен Илья. На протяжении двух дней ребятам предстоит познакомиться с традициями и культурой нескольких народов. Участники лагеря отметили важность проведения таких сборов. Я считаю, что это важно, как минимум в плане того, чтобы не сидеть, не прокрастинировать, не простаиваться дома, чтобы, в принципе, выходить на улицу, социализироваться и разговаривать с другими людьми, с себе подобными, людьми подобного возраста. Я считаю, что это крайне важно, особенно в летний период, когда у тебя нет школы, у тебя нет живого общения. За этот период не будем забывать, что многие дети, в принципе, разучиваются писать, читать. Я уже не говорю об общении живом, настоящем. Это, к сожалению, то, в чём мы по-настоящему сейчас лишены. Я считаю, что проведение подобных организаторских моментов – это крайне важное мероприятие. И с радостью принимаю участие, к чему могу призывать и вас. Эксперты в области межкультурного обмена предоставят необходимое знание о различных культурных особенностях и ценностях, а также инструменты сохранения и продвижения культуры посредством неформального образования. Организатором молодёжного лагеря выступил Европейский центр «Про Европа». Мы хотим, чтобы они своим друзьям, одноклассникам и однокрупникам в университетах и колледжах рассказали, что наша культура многонациональна, она объединяет нас, наши традиции различны, но в то же время они имеют много общего. Наш язык, фольклор тому подтверждение. Мы хотим, чтобы молодёжь сохраняла и развивала нашу культуру. В программе запланированы художественные и кулинарные мастер-классы, с помощью которых ребята смогут узнать о сходстве культур. Екатерина Михайлова, Вячеслав Каса, Мария Казаку, Новости ГРТ.